Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом миндального печенья как в кондитерской. Минимум ингредиентов и очень простой рецепт. Начнем! Нам понадобится 100 грамм яичного белка. У меня яйца домашние, поэтому понадобилось 4 штуки. Возможно вам понадобится 3. Будьте осторожны, желток не должен попасть в белок. Как видите, на весах 102 грамма. Небольшую кастрюлю наполняем водой и сверху выкладываем посуду, так, чтобы она не касалась воды. Как вода закипит, всыпаем 220 грамм сахарного песка, щепотку соли и 1 чайную ложку лимонного сока. Под кастрюлей огонь должен быть медленный. Затем туда же вливаем наши белки. И начинаем все это перемешивать, не взбивать, а именно мешать, пока сахар не растает. Мизинцем иногда измеряем температуру, помещая палец, если вам уже тяжело терпеть, то уже надо снимать. За это время сахар должен уже растаять. Сняв с огня, добавляем сразу 220 грамм измельченного в блендере миндаля. И все хорошенько перемешиваем. Затем оставляем в стороне на 30 минут, чтобы масса полностью успела остыть. За это время масса станет густая, более гуще. Я торопилась, поэтому подождала всего лишь 10 минут. Вам советую дождаться 30 минут. Чтобы печенье сильно не растекалось. Затем, взяв банку или длинный стакан, помещаем туда кондитерский мешок и всю массу выкладываем туда. Бумагу для выпечки в углах я смазала нашей массой и прилепила к противню. Чтобы она не двигалась, легче было выкладывать печенье. Затем на расстоянии 1 см от противня начинаем выжимать наши печеньки. Старайтесь не шевелить мешком, чтобы печенье получились одной высоты. Так как я не дождалась 30 минут, мои печеньки немного растекаются. Вам советую дождаться 30 минут, тогда они будут почти не растекаться и оставаться в той форме, которую вы сделали. Сверху украшаем медалем и отправляем в разогретую до 150 градусов духовку на 25-27 минут. Достав из духовки, оставляем остыть на 5 минут, не больше. Затем переворачиваем и, смочив салфетку, начинаем протирать их с обратной стороны, так они легче отойдут от бумаги. И сразу же, не дав им остыть, попарно соединяем, слегка нажав и прижав их друг к другу. После того, как они полностью остынут, каждое печенье можно обернуть пищевой пленкой, чтобы они не высыхали. Печенье сверху получается глянцевым, а внутри получается мягким, таким тягучим, вкусным. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Лайкайте, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok